Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее наше практическое занятие будет посвящено знакомству с другим микроскопом, на данном случае уже инвертированным, Leica DMI 6000B. И на нем мы посмотрим стандартные варианты настройки по келеру, посмотрим фазовый контраст и посмотрим два новых метода, которые мы с вами еще не рассматривали. Это так называемый контраст по Хоффману или модуляционный контраст и дифференциационный контраст или по-другому он называется контрастом на Марского. Микроскоп в данном случае уже не отдельно только один оптический микроскоп, но и целый комплекс сопутствующего оборудования. Так как это микроскоп инвертированный, то предполагается, что он будет использоваться в большей части для работы с живыми клетками. И поэтому вот здесь стрелочкой отмечен как раз подогреваемый столик, он устанавливается на стол нашего микроскопа. И вот эта сверху прозрачная часть, она позволяет создать там необходимую газовую среду со своей влажностью, своим газовым составом и со своей температурой. Естественно, если мы будем с вами использовать иммерсию, то нам нужно будет греть еще и объектив. Также для работы с живыми клетками нам с вами понадобится поддержание газового состава и, соответственно, температуры этого газового состава. Поэтому здесь стрелкой показана часть, которая отвечает за изменение температуры воздуха, который в этой камере находится, и за содержание углекислого газа. Следующая стрелка – это контроллер температуры, собственно, вот этого столика, на котором будут находиться ваши препараты в чашке Петри. Ну и вторая стрелочка наверху – это контроллер, который будет греть сам по себе объектив. В некоторых случаях, когда вы работаете со стволовыми клетками, вам необходимо также уменьшать количество кислорода. Потому что если кислорода будет слишком много в среде, они начнут спонтанно специализироваться. И стрелкой здесь отмечен последний блок, который уменьшает количество кислорода за счет того, что добавляет сюда азот. Естественно, начинать работу нам придется с того, что мы должны снять с нашего микроскопа чехол. Понятно, что в оптику пыль всегда очень легко попадает, вынуть оттуда ее гораздо сложнее. И давайте посмотрим подробнее на наш микроскоп. Как видите, сверху здесь находится осветитель, сам по себе лампа, и стрелочкой сейчас отмечена часть, где находится линза коллектора. Она находится у нас сверху, над нашим препаратом. Теперь стрелочкой у нас показан конденсор. Как видите, он также двигается вверх-вниз. И он опять же у нас находится над препаратом, так как это инвертированный микроскоп. На этом микроскопе у нас установлен моторизованный столик, то есть перемещение столика здесь не механическое при помощи ручки, а электронное, либо при помощи контроллера, который дальше может управлять столиком. И мы можем управлять столиком здесь с компьютером. Для чего это нужно? Когда вы работаете с живыми клетками, вам желательно их сильно не беспокоить. И таким образом вы можете дальше всю вашу работу производить уже с компьютера. Ну и второе, вы теперь можете делать сшивки панорам из многих полей зрения. Например, можно создавать вот такие виртуальные препараты. Как видите, на микроскопе отснято целиком целое предметное стекло. И в данном случае увеличение на всего 5%. Видны отдельные, не отснятые поля зрения, так как они ничего не содержали, поэтому они пустые. И мы теперь можем с этим виртуальным препаратом, уже отснятым, работать отдельно, увеличить какую-то интересующую нас часть, ну и, соответственно, 100% отображение. Точно так же мы, естественно, можем работать и с препаратами, снятыми другими, например, с флюосцентно-меченными препаратами, в том числе и многоканальными. И, как видите, здесь отснята целиком часть височной области коры. И, в принципе, мы можем теперь, если необходимо, приблизиться к любой части нашего препарата. Здесь видны как раз отдельные, отснятые поля зрения. Ну, в дальнейшем, уже под большим увеличением, не наш флюосцентный микроскоп, их исследовать, измерять и как-то с ними работать. Под столиком находится блок с револьвером объективов. И, так как этот микроскоп у нас инвертированный, то здесь как раз объективы двигаются вверх-вниз, для того, чтобы можно было навестись на фокус. Почему это удобно? Это удобно, потому что теперь на столик вы можете ставить не просто ваши клетки, выращенные на каком-то покромном стекле или в чашке Петри, но и также дополнительное оборудование. Микроинъекторы, например, микроэлектроды, что-то дополнительное в виде перфузионной системы. Так как стол у вас вверх-вниз не двигается, закреплен неподвижно и двигается только вправо-лево-вперед-назад при помощи шаговых двигателей, то вся эта система будет двигаться целиком как одно целое. Так как у данного микроскопа вся оптика настроена на бесконечность, то при помощи дополнительных линз мы можем создать в любом его месте полевую или апературную плоскость. И вот здесь стрелкой отмечено место, где такая апературная плоскость как раз еще одна создается. И в нее можем помещать дополнительные оптические элементы, такие как, например, фазовое кольцо, такие как пластинка для контраста Хоффмана. При этом дополнительным таким плюсом является то, что нам нет необходимости иметь объективы с этими элементами. Эта плоскость создается оптически здесь, и мы можем просто эти элементы добавлять вот в таком специальном державе. Мы с вами будем их добавлять как для фазового контраста, так и для контрастирования по Хоффману. Так как микроскоп у нас моторизованный, то управление все происходит программно. Здесь есть вот такой пультик, с которого можно менять на нем различные параметры, яркость освещения, апертурную полевую диафрагму, методы контрастирования. И у этого пультика также есть возможность наведения на фокус макромикровинт и препаратоводитель. Также, как я уже говорил, что этот микроскоп это не только оптический микроскоп, но и достаточно большая часть дополнительного оборудования. Здесь справа и с левой стороны вы увидите ручки для микроманипулятора. Сейчас он с микроскопа снят, сзади лежит. И также две ручки для микроинъектора для использования с микропипетками. Для установки препарата вся верхняя часть с линзой коллектора, с конденсором может откидываться назад. И после этого установить препарат станет намного легче. Сзади вот лампа, вот, соответственно, коллектор, вот наш конденсор. Столик, о котором мы говорили, бинокулярная насадка и верхняя камера. Эта камера будет видеть то же самое, что будет видно нам через окуляры. Поэтому, если мы хотим ее использовать, то в микроскопе нужно указывать возможность смотреть через окуляры. Спереди есть целый набор кнопок. В основном это кнопки для флюоресцентной микроскопии. Ну и самая главная кнопка здесь, это, конечно, шторка, которая закрывает возбуждающий свет, чтобы наш препарат попросту не выгорал. Каждый раз, когда мы на него не смотрим или когда мы его не снимаем, шторка должна быть закрыта. По три клавиши, две группы, слева и справа, это кубики, установленные в микроскопе. Каждый под свой флорохром или под свой набор флорохромов. И при помощи этих кнопок мы можем к интересующему нас кубику напрямую перейти. Кнопки с левой стороны, это переключение на глаза, либо на установленной микроскопе камеры. Здесь установлена камера на пинокулярной насадке. И нижняя камера, которая находится под микроскопом. Так как в данном случае от объектива до камеры нет никаких промежуточных зеркал и дополнительных элементов, то эта камера будет с наибольшей чувствительностью, наименьшей потери света. И с другой стороны также две кнопки. Это кнопки, которые позволяют нам менять увеличение так называемой промежуточной линзы. Если помните, в лекциях мы говорили, что оптика настроена на бесконечность, нуждается в дополнительной линзе, которая будет стоять где-то в оптическом пути, недалеко от бинокулярной насадки. И таких линз может быть несколько. В данном микроскопе установлены две линзы. Одна кратная, которая увеличивает в один раз всего лишь. И 1,8 крата, которая увеличивает, соответственно, изображение в большее количество раз. Также, если мы посмотрим на левую часть микроскопа, здесь мы с вами увидим набор кнопок. Он очень похож на то, что мы видели на предыдущей лекции на прямом микроскопе. Это яркость, это апертурная диафрагма, это полевая диафрагма и это переключение вариантов контрастирования. Также микровинт. И сзади первая кнопка, которая нас может интересовать, это переключение методов контрастирования для проходящего света. Остальные три кнопки, которые здесь спрятаны, сейчас нам не видны, вот еще две, могут быть свободно тоже запрограммированы под какие-то интересующие вас наиболее часто используемые действия на этом микроскопе. Как я уже говорил, дополнительные оптические элементы здесь установлены не в объективе, а мы можем их устанавливать сами произвольно и можем вынуть в держатель таких элементов. Здесь сейчас установлены фазовые кольца для фазовой микроскопии и, как видите, на этом же держателе написано увеличение, которое мы можем использовать с каждым из этих двух колец. Первое кольцо для малых увеличений, от 5 до 10 крат, ну и второе кольцо от 20 до 63, на самом деле даже до 100 можно использовать. Мы будем его вставлять, когда будем работать с фазовой микроскопией. И сюда же, в таком же держателе, мы будем вставлять с вами полосочки для контрастирования по Хоффману. Под камерой на нашей бинокулярной насадке есть рычажок и здесь у рычажка три положения, немножечко другие, чем на предыдущем микроскопе. Второе положение – это весь свет на камеру 100%. И третье положение – это так называемые линзы Бертранда, которые позволяют вам увидеть апертурную плоскость без необходимости вынимать окуляр или ставить телеокуляр. С правой стороны микроскопа самая главная группа кнопок – это движение вашего блока объективов по Z. То есть у вас есть микро-макровинт, а вот это совсем быстрое движение, которое вам необходимо при установке препарата или снятии иммерсии с препарата. Кнопки Z вверх, Z вниз понятны, кнопка Set – установка рабочего положения. То есть дальше, если вы будете нажимать до конца, например, после этого кнопку Z вверх, она дойдет только до установленного максимального этой кнопкой положения и не будет подниматься дальше. Очень удобно при смене, например, иммерсии, если у вас установлено несколько разных иммерсионных объективов. Соответственно, микро-макровинт. Здесь место для установки компенсационной пластинки. Опять же, что интересно на данном микроскопе – анализатор здесь выполнен в виде флуоресцентного кубика, отдельно установленного, поэтому сюда, в принципе, ставить особо ничего и не нужно. Ну а сами все кубики для флуоресценции и анализатор находятся вот в этом отделении микроскопа. Их возможность есть зафиксировать, и тогда их можно вынимать или ставить. Ну и можем обратно вернуть в плохое положение, чтобы микроскоп мог их использовать. Давайте закроем обратно порт для компенсационной пластинки, чтобы туда не попадала пыль. Ну и посмотрим на наш блок объективов. Так как микроскоп этот предназначен для работы с живыми клетками, то на столике вот эта средняя часть, куда могут ставиться сейчас либо чашечки Петри, либо препарата, может быть вынута. Вместо него может быть поставлен держатель для 96-луночных планшет, либо держатель-инкубатор, о котором мы с вами поговорили в самом начале этой практической работы. Сверху у нас конденсор. Верхняя линза конденсора, как видите, может отдвигаться назад для, например, работы в флуоресцентной микроскопии. Но обратите внимание, так как рабочее расстояние конденсора достаточно высокое, то его числовая апертура не может быть достаточно высокой. И у этого конденсора числовая апертура 0.55. То есть для вот такого инвертированного микроскопа на самом деле, наверное, единственным недостатком с точки зрения разрешения будет, если вы будете работать с классическими гистологическими препаратами в проходящем свете. Потому что, как вы помните, в проходящем свете, если у нас значение конденсора и его числовой апертуры меньше, чем объектива, то общее разрешение микроскопа у нас, к сожалению, уменьшается. Поэтому, если вы хотите работать с гистологическими препаратами с высоким разрешением в проходящем свете, вам понадобится либо прямой микроскоп с конденсором с высокой числовой апертурой, либо на самом деле на этот же микроскоп может быть докуплен второй конденсор при необходимости, но тогда мы теряем все преимущества нашего инвертированного микроскопа. С правой стороны на нашем конденсоре стрелочкой отмечен рычажок, куда устанавливается автоматически при переключении в режим поляризации или дифференционно-интерференционного контраста поляризатор. И вот за этот рычажок можно поляризатор вращать, тем самым добиваясь полного его перекрытия с анализатором в жестко установленном микроскопе, вращать который мы уже с вами не можем. Также мы можем двигать для настройки по келеру конденсор вверх-вниз при помощи вот этой ручки, ну и при помощи еще двух отверстий в конденсоре мы можем его центровать. Коллектор здесь также сопряжен с блоком, в котором могут автоматически меняться светофильтры, зеленый и светофильтр дневного света, ну а сзади находится корпус самой лампы накаливания. Стрелочками сейчас у нас отмечены рамочки, которые можем вставить. Я уже говорил, что мы можем использовать этот микроскоп для работы с 96-лучными планшетами. Ну и для этого здесь также находится специальный объектив 20-кратный, у которого рабочее расстояние больше 2 мм. То есть с таким объективом мы можем смотреть на пластиковых же 96-лучных планшетах наши клетки. Понятно, что, конечно, разрешение у такого объектива будет не очень высокое, но такое большое рабочее расстояние позволяет нам смотреть планшет целиком, без необходимости каких-то дополнительных действий. Давайте посмотрим более внимательно на пультик управления этим микроскопом. С его правой стороны макро-микровинт, дальше препараты-водитель по X и по Y, набор кнопок, дублирующих кнопки на микроскопе, и набор из кнопок, которые можно свободно запрограммировать на любые интересующие нас функции или действия. Давайте наш микроскоп включим, сейчас он загрузится, и посмотрим более подробно на меню этого контроллера. На первой страничке здесь сразу же показан метод, в котором сейчас находится микроскоп TLBF, TLTransmittedLight, проходящий свет, BF, светлое поле, bright field, установленный объектив на данный момент, и что у нас сейчас стоит, в каком положении револьвер оптических элементов конденсора, BF. Также здесь, как видите, можем сразу же регулировать яркость лампы, и регулировка здесь может быть в два этапа. Сейчас вот так мы будем ее очень жестко регулировать, по 10 сразу же единиц, если мы нажмем вот в центр, как видите, здесь треугольничек стал меньше, и теперь регулировка плюсиком и минутиком будет идти ровно на один шаг. Это для всех регулировок, которые есть в этом микроскопе, точно так же будет происходить. Дальше здесь есть регулировка апертурной диафрагмы, полевой диафрагмы, и можем теперь перейти на вкладку различных вариантов контрастирования. Для проходящего света здесь сверху BF, это bright field, светлопольное, PH, фазовый контраст, DIC, понятно, дифференционно-дриференционный контраст, PALL, поляризация, и IMC, это модуляционный контраст. Если вы обратите внимание, некоторые из этих вариантов контрастирования здесь таким треугольничком отмечены, это означает, что у микроскопа под этот объектив для этих вариантов контрастирования есть все необходимые оптические элементы. То есть, например, на объективе пятикратном у нас нет такого фазового кольца, чтобы мы могли работать в конденсоре, в основном у нас нет призм под дифференционно-дриференционный контраст и нет призм под модуляционный контраст. И мы можем с этим объективом работать только в режиме поляризации, проходящего света или флуоресценции. Если мы переключимся на другой объектив, то другой набор методов нам с вами будет доступен. Дальше шторка, которая позволяет теперь проходящий свет закрывать. В некоторых случаях это бывает тоже необходимо, если вы, например, работаете с клеточными культурами и делаете цейтраферную съемку, например, снимаете каждые 5-10 минут. Конечно, освещать их все это время, наверное, не стоит. Все-таки фототоксичность некоторая есть. Тогда можно запрограммировать микроскоп во время, когда вы не снимаете, шторкой закрывать проходящий свет. И внизу перечислены установленные на данный момент в наш микроскоп кубики, которые можно в случае работы в флесентном режиме переключать прямо здесь, с этого пульта. Давайте перейдем на следующую вкладочку. Это будет вкладка объектива. И здесь отмечены объективы, которые мы можем использовать. И обратите внимание, у сотового объектива нарисована капелька. Это иммерсионный объектив. Остальные объективы у нас с вами сухие. И не надо на них наносить никакой иммерсии, пожалуйста. Переключение объективов здесь тоже моторизовано. То есть нам достаточно нажать на кнопку. И, как видите, объектив переключится. Обратите внимание на 20-й объектив, который сейчас здесь будет виден. Это как раз тот объектив, про который я говорил с большим расстоянием рабочим для работы с плашками. Внизу на этой же вкладке здесь варианты переключения света, либо на глаза с камерой, либо на камеру нижнюю, либо на камеру правую или левую. У нас сейчас установлено только две камеры. Это камера, которая стоит на бинокулярной насадке, и нижняя черно-белая камера для флюоресценции, высокочувствительная. Также ниже есть две кнопки, которые позволяют менять увеличение промежуточной линзы. Единичка или 1,6. И обратите внимание, сейчас у нас общее увеличение, так как у нас 5-й объектив и 10-й окуляр 50 крат. Если мы переключим на другой режим промежуточной линзы, 1,6 увеличение у нас станет уже 80 крат. Следующая вкладка – это движение по Z, то есть по фокусу и по столику. И мы можем перейти в XY и увидеть изображение столика. Чем удобна работа с моторизованным столом? Если вы работаете с большим препаратом, например, с чашкой Петри, то вы можете быстро ее просмотреть на малом увеличении глазами и отметить себе интересующие области. Например, вы смотрите ваш препарат, нашли какую-то точку, которая вас интересует и хотите ее запомнить. Вы можете тогда выбрать позицию, нажать на кнопочку «Сохранить». Эта позиция здесь будет отмечена, видите, единичкой. Дальше вы можете уйти куда-то, эту позицию если нужно перенести, либо, если захотите, здесь поставить вторую позицию и сохранить ее как вторую позицию. Таким образом, вы можете на малом увеличении быстро пройти весь ваш препарат, отметить только интересующие вас участки, дальше переключиться на большее увеличение и уже под большим увеличением смотреть именно те участки препарата, которые вам необходимы. Двигаться мы можем по препарату либо прямо вот здесь нажимая, если необходимо, но только очень аккуратно, я потом покажу, какие здесь есть проблемы. Либо можем выбрать уже позиции, которые мы с вами запомнили, и нажать кнопочку, такую стрелочку обратно, «Возвратиться». И микроскоп вернется обратно в эту позицию. Последняя вкладка «Настройки» и здесь есть возможность переназначить вот эти нижние кнопки. Они на самом деле подписаны у вас. Я наклеил подписи, чтобы можно было не искать, но здесь все подписи есть. Последний настройка «Выбрать язык». Если вас не устраивает английский, можно выбрать какой-то другой. Опять же, возвращаясь на первую вкладку, как видите, здесь описание, что у нас сейчас установлено, какой метод и режим работы, и какой объектив и на какую камеру мы смотрим. При движении столика очень важный момент, о котором я должен отдельно обратить ваше внимание. Дело в том, что объективы могут подниматься чуть выше, чем нижняя граница столика. И если это так, то двигая столик, вы можете задеть объектив. При этом вы можете поцарапать как корпус объектива, и после этого может оказаться, что он будет не очень хорошо пригоден, например, для методов, использующих поляризационный режим. Либо вы можете испортить переднюю линзу этого объектива, его просто поцарапав. Поэтому, если у нас стоит, например, сейчас объектив с высокой числовой апертурой, и мы начинаем двигать столик, он может оказаться у нас подведен настолько высоко, что при таком движении столик за него может задеть либо препарат, либо столик, либо держатель препарата. Вот, посмотрите, такой режим, как видите, здесь очень близко. Держатель сейчас подошел к передней линзе объектива. Поэтому, конечно, весь поиск ваших препаратов и предварительная работа должна проходить на объективах с большой рабочей дистанции. Ну, например, пятерка, десятка или двадцатка. Причем двадцатка, как я уже говорил, у нас есть как раз с большой рабочей дистанции, которую вы точно не заденете и не поцарапаете. С объективами 20, с большой числовой апертурой, и с объективом 40, а тем более с объективом 100, пожалуйста, будьте очень аккуратны, потому что они при определенных условиях могут задевать за столик. Давайте посмотрим, как ставить препарат на наш инвертированный микроскоп. Мы можем откинуть с вами верхнюю часть с конденсором и нашей коллекторной линзой. Так как микроскоп инвертирован, этот препарат нужно ставить вверх ногами, то есть покровным стеклом вы его ставите вниз. Это означает, что покровное стекло должно быть как-то закреплено. Если вы работаете с живым, например, тотальным препаратом, то вам нужно будет покровное стекло приклеить, например, капельками лака и обязательно дать этому лаку высохнуть, чтобы случайно не нанести этот лак на объектив или другие части микроскопа. Ставим наш препарат. Установка иммерсии в инвертированном микроскопе также имеет свои особенности. Если помните, в прямом микроскопе мы иммерсию наносили на препарат, и если мы ее наносили бы слишком много, особых проблем бы не было. Было бы лучше масло на препарате. С инвертированным микроскопом, если вы нанесете слишком много иммерсии, она может протечь по объективу, попасть внутрь микроскопа, и, в общем-то, это крайне нежелательное явление. Поэтому иммерсии нужно будет наносить очень мало, буквально там только капельку на переднюю линзу и не больше. Ну и второй момент, который здесь есть, обязательно нужно иммерсию с такого микроскопа снимать в конце работы, потому что, как я уже говорил, иммерсионное масло, оно растворяет оптический цемент, которым приклеена передняя линза объектива. А здесь у нас объектив стоит вверх ногами, и, естественно, это масло будет стремиться попасть внутрь объектива, если где-то чуть-чуть начнет передняя линза отклеиваться. Ремонт объектива – вещь, мало того, что дорогостоящая, к тому же еще очень длительная, потому что объектив нужно посылать обратно на завод-изготовитель. Ну, в наших условиях это может занимать там до полугода. Поэтому просьба к объективам относиться очень аккуратно. Давайте установим иммерсию. Отведем объективы вниз, чтобы случайно не повредить объектив при переключении или не добавить на него масла. Вынем теперь наш препарат, перейдем на объектив иммерсионный, в данном случае здесь только сотый объектив иммерсионный. Возьмем иммерсионное масло, нанесем буквально небольшую капельку на переднюю линзу объектива, так, чтобы эта иммерсия не протекла у нас никуда. Когда мы ее наносим, мы дотрагиваемся до передней линзы объектива, только капелькой масла. Самой по себе вот этой пластиковой лопаткой до линзы мы не имеем права дотрагиваться. Теперь ставим наш препарат. И если у нас микроскоп был правильно по Z настроен, нажатие кнопки возвращения в рабочий режим, вот это вот Z вверх, должно подвести наш объектив напрямую к нашему препарату. Если у нас, как сейчас, кто-то работал до нас на микроскопе и немножечко кнопку эту set нажал не там, где нужно, нам придется вручную при помощи макровинта аккуратненько подвести объектив до момента, пока мы не увидим вот капелька иммерсии. Как видите, теперь она соприкоснулась и между передней линзой, и препаратом. Видно, что эта капелька как раз растеклась. Возвращаем обратно наш конденсор. И теперь стандартно, прежде чем перейдем к другим методам контрастирования, нам нужно настроить микроскоп, естественно, по келлеру. Здесь установлена цветная камера, я буду показывать картинки с нее. Это означает, что в зависимости от напряжения лампы накаливания, установленной в данном микроскопе, у нас может меняться и ее спектр. Сейчас лампа накаливания установлена в очень небольшое положение по напряжению, соответственно, небольшая яркость, и ее спектр смещен в красную сторону. Мы могли бы использовать либо специальные светофильтры, светофильтр дневного света, или нейтральный светофильтр увеличить накал лампы, либо на цветной камере можем использовать такой подход, который называется баланс белого. Для этого нужно выбрать на нашем изображении участок, который мы абсолютно точно уверены, что должен быть серого цвета, не имеет никакого цвета, и это, конечно, участок, где самого препарата нет. Давайте его выберем. И другой клавишей мышки нажав, можем выбрать в меню пункт white balance, баланс белого. И посмотрите, теперь, после того, как мы ее нажали, действительно этот участок стал серого цвета, ну а наш препарат приобрел уже известный нам для среза стебля ландыша, окрашенного сафранином и другими красителями. Вот такой вот вид. Следующее. Мы с вами уменьшаем полевую диафрагму. Теперь мы можем подвигать конденсор, пока не окажутся края диафрагмы резкие. Как видите, она отцентрована, то есть нам даже ее центровать не нужно. И открываем ее по полю зрения. Теперь нам нужно было бы еще разобраться с апертурой нашего конденсора, но перед этим я покажу, как мы можем теперь с вами увидеть через окуляры плоскость апертурную. Я уже говорил, что вот этот рычажок под камерой имеет три положения. Полностью на окуляры, полностью на камеру и так называемые линзы Бертранда. В таком полностью вытянутом положении, давайте мы сейчас вернем полностью вытянутое положение, у нас микроскоп сейчас через окуляры будет показывать именно апертурную плоскость. Давайте посмотрим, что мы видим с вами в окуляре. И иногда необходимо немножечко эту линзу подфокусировать. Для этого здесь есть вот такое отверстие, оно не очень хорошо видно. Вот оно. Если мы в него вставим соответствующую шестигранную отверточку, то мы можем теперь наводиться на резкость. Как видите, мы теперь фазовое кольцо, видим очень резко установленный наш микроскоп. Обратите внимание еще на один момент. То, что здесь сейчас у меня лежит два блока элементов. Один блок для фазового контраста, другой блок для контрастирования. По Хоффману мы их будем менять в зависимости от метода контраста. Ну и смотрим на апертурную плоскость. Открываем нашу апертурную диафрагму где-то на 80%. И можем теперь перейти к первому варианту контрастирования, который мы еще не рассматривали. А именно, контраст модуляционный. Или по-другому, еще это называется контрастированием по Хоффману. Позволю опять же себе напомнить то, что у нас было в лекциях. Слайд из лекции здесь полностью представлен. Для контрастирования по Хоффману в микроскоп нам нужно установить два элемента. Во-первых, щелевую апертуру конденсора. Она там установлена заранее. Микроскоп ее поставит просто, когда мы нажмем на кнопочку. И второе, это вот такая конструкция из трех стеклышек. Одно, которое не пропускает свет совсем. Одно, которое пропускает примерно 15%. И другое 100% пропускание. И тогда мы сможем на нашем микроскопе реализовать модуляционный контраст. Ну и давайте мы с вами это сделаем. Во-первых, нам нужно будет поставить блок элементов для контрастирования по Хоффману. Как видите, сейчас я вынул блок для фазового контраста. У него нет такой ручки. И у меня сейчас стоит блок для контрастирования по Хоффману. Отличается он тем, что у него есть вот такая ручка, которую можно крутить, чтобы навести все это дело на фокус. А также есть ползунок, который позволяет смещать ее. Давайте теперь посмотрим на изображение, которое получается в этом методе контрастирования. И как всегда, в правом верхнем углу вы увидите теперь апертурную плоскость. И мы как раз видим, что вот эта средняя полоска у нас сейчас практически совпадает с нашей светлой полоской. Наша задача при помощи этого рычажка на блоке сделать так, чтобы они совпадали полностью. И тогда у нас получится наилучшее качество картинки для этого метода. Вот мы с вами смогли теперь эти элементы все сопоставить. Давайте посмотрим на изображение, которое у нас с вами получилось. Согласитесь, изображение очень похоже на то, что мы привыкли видеть в дифференционно-интерференционном контрасте. Есть, конечно, вот такая небольшая ребристость фона. И, конечно же, разрешение этого метода немножко меньше, чем у дифференционно-интерференционного контраста. С другой стороны, как видите, метод крайне дешевый. Нам нужно всего лишь два элемента в микроскоп поставить. И этот метод никоим образом не будет страдать, если мы будем использовать объекты, которые деполяризуют свет. Или обладают собственным двулучим преломлением. Соответственно, мы можем смотреть, например, клетки в пластиковой какой-то по сути. На данном микроскопе этот метод необходим для работы с пластиковыми планшетами и пластиковыми чашками Петри, чтобы можно было все-таки получить вот такое псевдообъемное изображение наших клеток на пластике. Следующий метод, с которым мы уже хорошо знакомы, это метод фазового контраста. Для него мне придется опять вынуть вот этот слайдер, на котором у нас расположен дополнительный элемент, и поставить слайдер с фазовыми польцами. Вставляем кольцо, соответствующее по увеличению нашего объектива. У нас объектив 10, поэтому 10 положение ставим. И теперь в апературной плоскости мы видим с вами два кольца. Кольцо конденсорное, оно на три сектора вот так рассечено, потому что она металлическая, полоска из нее просто вырезаны эти участки, и кольцо, которое было в этом слайдере. И наша задача их, как всегда, совместить. Ну и последний метод, который мы еще не рассматривали, это дифференциально-интерверсионный контраст, или по-другому называется контрастирование по-намарскому. Опять же, позволю себе слайд из лекции. Для того, чтобы мы могли этим методом пользоваться, нам, во-первых, необходимо создать поляризованный свет. И это мы сможем достичь при помощи поляризатора, стоящего у нас под конденсором. Или так как у нас в данном случае микроскоп инвертированный, то вот сверху, помните, я показывал, куда ставится поляризатор, и там есть рычажок, чтобы его можно было немножечко вращать. Это вот как раз этот поляризатор. В самом револьвере элементов нашего конденсора у нас теперь есть призма Волостона. Она здесь изображена красно-желтым цветом, который разбивает наш поляризованный луч на два взаимно перпендикулярно поляризованных, с поляризацией, скажем, 0 и 90 градусов. Они проходят через наш препарат с небольшим расстоянием друг от друга. И мы на самом деле сравнивать будем фазу между этими двумя лучами. Почему это как раз дифференционно-интернационный контраст? Можем посмотреть разницу между двумя очень близко расположенными точками. То есть, по сути, с точки зрения математики, мы берем первопроизводную от изменения фазы между этими двумя точками. Ну, а это что? Это, в принципе, первопроизводная линейная оптического пути. Дальше, следующая линза у нас с вами объектив. И ответная призма Уолостона, которая теперь будет эти два луча опять совмещать в один луч. И в случае, если фаза между ними не поменялась, у нас опять получится линейная поляризация. В случае, если фаза поменялась, у нас получится либо какая-то степень эллиптической поляризации, либо, если это было изменение на известную вам величину, мы вообще можем получить даже круговую поляризацию. Что это будет означать? Это будет означать, что теперь этот свет сможет пройти через анализатор, установленный у нас уже выше, перед нашими окулярами, либо в данном случае на данном микроскопе этот поляризатор стоит сразу же под объективом в виде вот такого дополнительного, как флуоресцентный кубик в этом же месте. Ну и то, что нужно отметить с этим методом, это то, что так как мы используем поляризованный свет, работать с пластиком мы здесь не можем. Изображение, которое мы получаем, оно, конечно, не объемное, а псевдообъемное, так как мы смотрим длину оптического пути. Она у нас зависит как от толщины объекта, так и от его коэффициента преломления. Разделить мы эти два показателя для наших биологических объектов практически не можем. Ну и последнее, что разрешение при этом методе, если вы работаете на границе разрешения микроскопа, не одинаково по осям. И внизу картинки с сайта Никона, как видите, диатомовые водоросли с разной ориентацией. В некоторых случаях мы видим с вами полоски, а в некоторых случаях мы видим правду. Это отдельные вот такие точечки на панцире. Ну и соответственно, получается, если вы работаете на пределе разрешения, вам нужно ваш объект на 45 градусов повернуть, чтобы доказать, что то, что вы видите, это не артефакт. Давайте перейдем в этот режим. Опять же, на пультике выберем метод контрастирования, дифференционный и интернационный контраст. Так как у нас добавились поляризаторы и анализаторы, у нас немножко поменялся спектр, который проходит через микроскоп. Опять нам нужно сделать баланс белого. Ну и вот картинка, которую мы видим, совершенно такая стандартная для дифференционного и интернационного контраста, хорошо настроенного. И давайте мы теперь попробуем сравнить все три метода контрастирования, которые мы с вами смогли рассмотреть. Здесь слева направо контраст Хоффмана или модуляционный, дифференционный и интернационный контраст в середине или на марвского. Ну и справа фазовый контраст. Как видите, Хоффман и на марвский очень похожи друг на друга. Различия понятны. Возможность или невозможность работы с пластиком. Чуть-чуть более плохое или более хорошее разрешение. Ну и у обоих методов есть некоторая зависимость, что MCM, что DIC по ориентации препарата по разрешению. Опять же, вернемся к слайдам лекции про дифференционный и интернационный контраст. На этих слайдах у нас был целый список из пунктов, которые нам необходимо сделать для настройки нашего микроскопа по этому методу. Но так как у нас с вами микроскоп моторизованный, то многие вещи из этого списка у нас уже заранее сделаны, заранее настроены при установке микроскопа. И нам остается только первое, это настройка по келлеру, которую мы с вами и так выполнили. Второе, это возможно кто-то немножечко сдвинет поляризатор, и вам придется тогда его выровнять так, чтобы поле было наиболее темным. Ну и третье, что нам остается, это возможность сдвигать призму объектива. Ведь помните, что в правильно настроенном микроскопе, если мы абсолютно все правильно настроим, у нас картинка будет не такая не трехмерная, а видны только края наших объектов. На этом слайде внизу три картиночки, вот центральные варианты. Дальше сдвигая призму в одну или в другую сторону, мы можем получить вот такое брельефное изображение, как будто бы подсвеченное с одной или с другой стороны. Соответственно, вот этот сдвиг призмы будет зависеть от нашего объекта. Хотим получить больший эффект брельефа, но при этом чуть потеряв разрешение, или получить максимальное разрешение нашего объекта, но чуть-чуть потеряв, соответственно, вот это брельефное изображение, это уже задача наша выбрать, что нас больше всего устраивает. Ну и небольшая демонстрация нашего дифференциационного контраста на известном вам препарате, опять же, раковина диатомовых водорослей. Давайте переключимся в DIC. Как видите, они теперь стали такие псевдообъемные. Давайте я буду между ними и конденсором добавлять объект, деполяризующий свет, обычную чашку Петри. Давайте посмотрим, что будет происходить. Сейчас у нас дифференциационный контраст хорошо виден. Добавляем чашку Петри, проходящий свет. Убираем чашку Петри, DIC, добавляем проходящий свет. То есть, как видите, если мы будем смотреть с вами клетки на пластиковой подложке, то дифференциационный контраст у нас просто не получится. Поэтому на этом микроскопе добавлен как раз метод Хоффмана, который позволяет работать с объектами, деполяризующими свет. Ну и, предположим, вы поработали на вашем микроскопе с иммерсией. Давайте посмотрим, как правильно снимать иммерсионный режим с этого микроскопа. Прежде всего, нам нужно не забыть отвести объективы вниз. Нажать кнопочку Z вниз, чтобы при снятии препаратов не повредить. Теперь можем откинуть с вами блок с конденсором и коллектором и лампой, вынуть наш препарат. Так, объектив отнесен вниз, то это уже, в принципе, безопасно сделать. Теперь мы должны с вами убрать иммерсию. Мы не должны поцарапать нашу линзу объектива и не должны оставить излишки иммерсии на линзе, чтобы не произошло ее расклеивание. Поэтому мы вначале аккуратненько берем нетканную ткань, вот эти Kim Vibes салфетки, и просто промакиваем излишки иммерсии. При этом мы не имеем права пока этот объектив протирать. Это просто промакивание. Теперь мы берем с вами чистый этанол, берем такую же бумажку, специальную оптическую ткань, которая не оставляет за собой пылинок, кладем ее на объектив и сверху капаем капельку спирта. Вот, видите? И эту ткань аккуратненько протягиваем по объективу до момента, пока на ней не будет оставаться следа жидкости. Вот, все, мы иммерсию сняли, теперь мы можем с вами спокойно работать с нашим микроскопом, протереть остатки иммерсии, если они вдруг остались, с металлической поверхности микроскопа. Но дотрагиваться до самой линзы мы уже не имеем права по-сухому, чтобы ее случайно не поцарапать. При завершении работы нам нужно перевести наш микроскоп на какой-то объектив с маленьким разрешением, с большой рабочей дистанцией, чтобы следующий человек, который пришел, случайно объектив не поцарапал при установке препарата, например. Ну, и, соответственно, закрыть наш микроскоп чехлом. На этом наше занятие по знакомству с микроскопом DMI 6000 и методами контрастирования, такими как дифференционный интерференционный контраст и контраст Хоффмана, закончено. Следующее практическое занятие у нас будет посвящено флюоресцентной микроскопии. Ну, а на этом я с вами прощаюсь до следующей лекции. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok